Всем привет! Решил записать видео про апрель месяц, что нас ожидает, какие общие тенденции. Я не делал бы по знакам зодиака, потому что ярких представителей знаков зодиака очень мало. Я знаю, ну это в среднем примерно один гороскоп из ста. Это когда асцендент, луна и солнце находятся в одном знаке, или у человека с телем, например, с пяти важных планет в одном знаке. Ну тогда их, конечно, не ста, там не один из ста, а один из пятидесяти. Но все равно, так называемые, как я их называю, газетные прогнозы по знакам зодиака, они работают для очень маленького процента людей. Именно поэтому люди, многие не верят в астрологию, потому что они смотрят, считают газету и не могут увидеть себя в этом, потому что в этом их очень мало на самом деле. Так вот, вернемся к апрелю. Что нас ожидают? Ну, очень интересный месяц, один из самых важных в году. Именно поэтому я решил записывать видео по месяцам именно с него. Что здесь происходит? Соединение Солнца, Кету или Южного узла и Сатурна. Это такое соединение, освобождение. Что это значит? Это говорит о том, что этот месяц заставит вас в большинстве случаев избавиться от лишнего вашей жизни. Это можно проиграть искусственно, избавиться от всех старых вещей. Вот если у вас были какие-то вещи, к которым вы долго не могли добраться, или думаете, что они когда-нибудь вам пригодятся, но вы в этом сомневаетесь. Знаете, не пригодятся. Выкидывайте нахрен. Чем больше, тем лучше. Как можно больше освобождения. Это шикарное время для любой формы аскезы. Вот сейчас идет великий пост у православных. Замечательно. Вот. То есть облегчаем тело, искусственности ограничиваем. Об этом весь апрель. Также апрель, он многих может, если вы сами к этому не идете, он может вас заставить через ситуации, когда у вас там развилась машина, вы, у вас там что-то закоротило, сгорело и так далее. Вас могут искусственно освобождать от вещей. Ну или вас, например, обокрали. Вот. Поэтому лучше самим, чем чей. Так. Это шикарное время для самокопания, понимания себя. У меня просто шквал заявок идет, потому что люди хотят понять, как им дальше жить. Огромное количество вопросов по переезду, потому что многие решаются на радикальный применение, да? Плутонские, но это радикальные изменения. Это многие хотят переехать, поменять город, круг общения, работу и так далее. Поэтому дерзайте на самом деле этот месяц в этом плане в хорошем, потому что это тоже своего рода освобождение. Если вы посмотрите по ведическому традиции, то мы увидим на самом деле то же самое. Там Сатурн просто скетс соединения, также освобождение, но там еще и Юпитер в муле. Мула тоже по теме освобождения у нас идет. Ну и довольно эзотерическое такое еще положение, мистическое. Говорится, что у людей, у которых есть задатки мистического тока, у них будет усиление их неспособностей, они могут сильнее это прочувствовать, поэтому и вообще все люди, занимающиеся террическими практиками, не будут усиливаться, поэтому это шикарное время для обращения к тем же астрологам, хиромантам, любым ведом-эзотерикам, но не только им, у психологов это на самом деле то же самое будет происходить. Поэтому для них это в общем хорошее время. Также если посмотреть в историю, то соединение, например, Плутона и Кету, это очень часто прорывы в вопросах космоса, атомных вещей, да, брингенологии, например, той же археологии, могут быть интересные открытия, могут быть разгаданы какие-то давние тайны, новые интерпретации. В общем, для людей вот тех направлений это шикарное время. Что еще у нас в апреле? Такое прямо интересное. Ну, Марс перешел в Близнецы. Это очень движениковое положение. Много, правда, может быть напрасной суеты, много левой информации, но все равно люди начнут просыпаться, потому что Марфевраль для многих был таким соном, особенно если брать конец Марта, то там вообще, там многие люди как в тумане, не могли себе найти сил, не поняли, что они хотели. Сейчас чуть больше добавится ясности, хотя Нептун все равно еще силен, еще много туманности, много непонимания. И снова-таки для тех же астрологов это хорошее время, потому что люди будут искать ответ на свой вопрос, они будут искать понимание. Что еще такого яркого в этом месяце? Ну, Венера в рыбах. Это хорошее положение, это говорит о том, что у многих будет ощущение влюбленности, романтизма, в общем, или тяги к удовольствиям. В общем, да, может быть довольно приятное время для какого-то релаксации, получения удовольствия, можно будет по-настоящему расслабиться. Смотрим дальше. Ну, там, Меркурий пока он в рыбах, ну, так себе. Вот, снова туманность, но потом он перейдет в ловни, будет активное время. Во второе, кстати, половина апреля, шикарное время для рекламных кампаний, тренингов, вообще передачи информации. Правда, может быть немного агрессирующим виден, но ничего, так сказать, страшного. Что еще? Ну, так. Ну, кармический узел у нас, но такие, мы, я здесь несколько раз сказал о кету, он, можно сказать, и о раху. Но на в раке, это общая тенденция 2019 года, надо больше времени уделить вопросам семьи, рода. Это, кстати, идеальный год для того, чтобы заняться вопросами семейного древа. И вообще решением старых семейных дел, вопросов в земле, и, например, там, недвижимости, потому что это такая ось недвижимости, я бы так сказал. Кстати, у риэлторов очень хорошие времена, и у меня много среди них клиентов. Я знаю, что у них прям дела последние, там, грубо говоря, полгода прямо прут. Но Юпитер будет стационарным фактически весь начал. Ну, все, начало апреля. Юпитер стационарный среди всех планетов, которые бывают. Ну, стационарными, это самый лучший, наверное, из планет. Оно может дать кому-то удачу. Кто-то может тупо выиграть в интерьере, например. Кто-то может сильно задачиться вопросами путешествий, духовного развития, и тому подобных вещей. Что тоже, в общем, неплохо. Единственное, что вопросы Юпитера, например, Юспруденса, могут очень сильно забуксовать. Вот в этот период, особенно Меркурий в рыбах, кто-то им прям вообще поможет. Поэтому я не советую заниматься вопросами документов, какого-то оформления, и уж тем более судов. Вот в этот период, первая часть апреля, нет. Чуть позже он еще придет ретрограммный, тоже не самое лучшее положение. Но когда вы начинаете что-то на стационарности, это может очень долго затянуться. Поэтому лучше даже ретрограммный, чем когда он стационарный. Из моей практики, поверьте на самом. В общем. Ну а так, на самом деле, очень важный месяц в плане принятия решений на фактически ближайший год. Март для многих февраль был переломным, очень болезненный. То апрель, он может продолжить тенденцию, но он более структурный. Он заставляет нас выстраивать то, ну скажем так, новое видение мира. Как мы хотим, чтобы наша жизнь изменилась. Что для этого нужно? И здесь, скорее всего, основной ответ будет через сбавление. Нам надо будет принимать решение, что вот сюда я зря расходую силу, вот мне надо направить сюда. Значит, вот это я вообще откидываю, чтобы сфокусироваться вот на этом. Это может быть и в бизнесе, это может быть и в отношениях, да, кто-то будет расставаться. Но, скорее всего, это будет к лучшему, когда вы уже сфокусируетесь, вы поймете, что вам надо и как это сделать. Всем счастливо! Спасибо. Спасибо.